Бежать, а не ехать. Несмотря на снегопад на стадионе спорткомплекса «Юность» собралось около сотни человек. Каждый из них профессионал, но не в спорте. Вот мы второй год уже проводим спартакиаду, посвященную Дню Автомобилиста. Как вы знаете, у нас последнее воскресенье октября праздник, День Автомобилиста. Поэтому, так как у нас работа очень сидящая, мы коллективы организуем на спорт, командные виды спорта, футбол у нас, волейбол и эстафета. В спартакиаде принимают участие водители маршрутных такси, обслуживающие районы республики. Но также есть и те, кто ездит на городских маршрутах. Специфика работы имеет свои особенности – дорога, автомобиль и пассажиры. Каждый водитель на своем маршруте и за дня в день. Редко, когда удается собраться всему коллективу в одном месте и в одно время. Да, понятно, что это сидячий образ жизни, но и опять же, что для водителей, конечно, это действительно огромные коллективы, действительно, это огромные бригады. И встречаемся мы, мы все время находимся в пути, и поэтому встречаться здесь на поле, я думаю, что это вообще благое дело. Но это же еще и сплачивает коллективы. Конечно, это еще и сплачивает коллективы. Спартакиады среди водителей становятся популярнее с каждым годом. По словам организаторов, в этом году даже пришлось отказать нескольким заявкам. Второй раз принимаем. В прошлом году какое место заняли? В прошлом году, не помню. Каких, вот ты лично, в каких видах спорта будешь участвовать? В футбол, конечно, во всех. Сколько команды человек у вас? Человек 10, наверное, есть. А кто сейчас на маршруте работает? На Иркутском? Есть. Есть люди, да? Есть люди. Маршрут не пустует. Добавим, что соревнования организованы при поддержке Бурятского отделения Всероссийского общества автомобилистов. Галина Соболева, Александра Томских, Александр Лупсанов. Первая альтернативная.